Всем привет! С вами Витик Вячеслав. Сегодня я вам покажу потрясающую, феноменальную, позиционную жертву ферзя в исполнении Вячеслава Игоревича. Итак, это Ческом. Я играл белыми фигурами и соперник под логином FIARLESS GUI. Рейтинг 2668. И поехали! Е4, Е5, конь Е3, конь С6, конь С3, конь Е6. И вот едва ли не в третий раз в жизни я избрал дебют четырех коней. Слон Б5 исследует агрессивная конь Д4, связанная с жертвой пешки. Слон С4, слон С5 и конь Е5. И вот у нас гамбитный вариант. Черный играет ферзь Е7, нападая на коня. Конь Ф3 и Д5, жертвуя вторую пешку. Слон Д5, С6. Замечу, что основное продолжение здесь сразу слон Ж4. Но вот после С6 я сыграл слон Б3. И с перестановкой ходов получилась популярная техническая позиция. Слон Ж4, я играю Д3, конь Д7, слон Е3, конь Е5. И здесь исполняю ошеломляющая конь бьет Д4. Те, кто видел мой сегодняшний обзор и партию Лила через Зира Стопфиш, скажут, ну слушай, Вячеслав, ведь мы все это уже видели. И будут правы. Да, действительно, я подсмотрел эту идею у Лилы. Идея просто феноменальная. Давайте посмотрим, как исполнил данную позицию я. Черный играет слон Б3, конь Ф5, ферзь Ф8, слон Б3, ферзь Ф5, ладья Д1. И в партии против Лилы Стопфиш сыграл ферзь Ф8. Мой соперник сыграл Ж6. Следует ход Д4, ферзь Ф8. Де, ЖФ, ЕФ, ферзь С5, 2-0. И возникла очень интересная позиция. У белых две фигуры и три пешки за ферзя. И, на мой взгляд, уже ощутимый перевес. И хотя здесь, скажем, движок предлагает ход Ладья Д8, но если поставить на глубину, то все-таки перевес белых, на мой взгляд, не вызывает никаких сомнений. Следует ход 2-0. Е6. ФЕ, ФЕ. Теперь очень сильная и мощная пешка на Е6. Здесь проходная. Следует ход КХ8 и Ладья Д7. Захожу по седьмой горизонтали. Следует ход Ладья ФД8. Ладья бьет Б7. Ладья Д2. Но это уже, по сути, зевок. После этого черные проигрывают форсированно. Следует ход КЕ4. ФЕС Д4. Здесь я мог убить просто КД2, что, конечно, тоже выигрывало партию. Но я сыграл КГ5. Следует ход С5. Ладья бьет Х7 шаг. КХ8. Здесь, честно говоря, я продешевил, сыграл С3. Но в моем распоряжении были гораздо более эффектные ходы. Есть простое решение. Это ход Ладья Д7 с дальнейшим шагом. Е7. И позиция Белых абсолютно выигранная. А есть еще более эффектная. Это неожиданная Ладья бьет А7. Дело в том, что Ладья А7 ходить нельзя из-за Е7. И ферзь просто... И пешка просто проходит в ферзе. Я же сыграл в этой позиции С3, ферзь Ж4. Но хотя и здесь я ничего не порчу. Позиция Белых абсолютно выигранная. Здесь я поднял ход Ладья А3. Тоже неоднозначный, но, на мой взгляд, идейный. Следует ход С4. Ладья Ж3. Ферзь Ж3. Аж. С, Б, А, Б. Итак, у нас возникла позиция, где у Белых 6 пешек за качество. Это, конечно, более чем достаточная компенсация. Следует ход Ладья Б2 и Ф4. Белые пешки тут же приходят в движение. Ладья Д8. Конь Е4. Ладья Е2. Здесь простое. Е7. Ладья Б8. Конь Е6. Шаг. Король Е7. Е8. Ладья Е8. Конь Е8. Король Е8. Ладья А1. Ну, остальное, как говорится, еще последовало. Да, здесь понятно, что я не испытал никаких проблем. И спокойно довел партию до победы. Да, вот такая вот получилась интересная у нас партия. Да, идея, на мой взгляд, очень классная. Мне кажется, эта партия, прежде всего, Лилы против Стокфиша, имеет большое теоретическое значение. Вариант будет развиваться. И надеюсь, что я внес, может быть, и небольшую, но посильную лепту развития данного варианта в целом. И потрясающая гамбитная идея с позиционной жертвой ферзя в моем исполнении. Я надеюсь, вам понравилась данная партия. Ставьте лайки, пишите комменты, подписывайтесь на мой канал. А на этом я с вами прощаюсь. Всем спасибо за внимание. И до новых встреч.